Соответственно, с чего бы я хотел начать? Наша зрительная система позволяет нам получать информацию о происходящем вокруг в очень широком диапазоне интенсивности от безлунной ночи до солнечного дня. Обеспечивается это в первую очередь за счет того, что сетчатка позвоночных является дуплексной, и в ней присутствуют два принципиально-функционально различных типа клеток. Это рецепторы ночного зрения палочки и рецепторы дневного зрения колбочки. Вместе с тем необходимо отметить, что хоть, казалось бы, и есть два таких различных типа, каждый под свои функции, вместе охватывающие очень широкий диапазон, тем не менее сетчатка – это очень пластичная структура и фоторецепторы в особенности, и их многообразие в зависимости от образа жизни тех или иных животных очень велико. И вот таким примером многообразия будет посвящено мое сообщение. Несколько слов о вообще, чем палочки-колбочки схожи и различны. Это наши фоторецепторные клетки. У них имеются, соответственно, раздельные компартменты. Наружный сегмент так называемый ответственный как раз за превращение энергии квантов света в электрический ответ. Их собственные электрические ответы отличаются в первую очередь кинетикой. Они градуальны, то есть зависят от силы стимула. И у них у всех есть некий уровень насыщения, которому, правда, колбочки достаточно могут эффективно сопротивляться. Здесь на самом правом рисунке как раз приведена их кинетика в сравнении, то есть ответы колбочек примерно в 10 раз быстрее, что обеспечивает им очень хорошее временное разрешение зрительной картины, которую они дают. Что касается морфологических различий, помимо очевидного различия, то что одни являются палочками, а другими колбочками, то есть цилиндрами-конусами, как это подметил еще в 1860-х годах Макс Шульца, есть у них и более тонкие различия, которые уже непосредственно связаны с их функциональной ролью. Например, принципиально разное строение дисков наружного сегмента, наполненных как раз-таки белками, отвечающими за преобразование сигнала света в электрический. Если у колбочек это отдельные складки плазматической мембраны, то у палочек диски отделены от плазматической мембраны, и таким образом соотношение площади плазматической мембраны к цитоплазматическому объему получается меньше. Абсолютно точно функция такого различия пока не ясна. Предполагается, что это позволяет колбочкам поддерживать большую величину темного тока при сравнительно маленьком размере наружного сегмента. Но тем не менее, факт в том, что эта особенность морфологическая очень хорошо воспроизводится с функциональной ролью клетки. То есть рецепторы ночного зрения так или иначе приходят к палочковой морфологии. Собственно, что значит приходит к палочковой морфологии? Дело в том, что, как я упомянул, сетчатка и фоторецепторы, в частности, очень пластичны, и могут подстраиваться под различный образ жизни того или иного животного. И, в частности, в какой-то момент было отмечено, что некоторые фоторецепторы затруднительно определить однозначно, палочки это или колбочки. И в 30-40-х годах прошлого века Гордоном Уолсом была сформулирована так называемая теория трансмутации, в которой он написал как раз вот такие функциональные переходы, когда одни клетки одного типа превращаются в клетки другого. Здесь как раз на картинке приведен один из любимых примеров Уолса, самый, наверное, яркий. Это ящерица, ведущая разный образ жизни, от дневных игуан с типичными колбочками с маленькими коническими наружными сегментами до фоторецепторов декона, которые весьма и весьма морфологически похожи на палочки. Уолс в своей теории достаточно радикально сформулировал, что у многих крупных таксонов позвоночных происходила вообще полная потеря того или иного типа фоторецепторов, а потом они изобретались заново в результате трансмутации части из них. В настоящее время мы знаем, что это не совсем так. Палочковые и колбочковые линии в эволюции в целом не прерывались, и исчезновение полное того или иного типа происходит только в некоторых очень маленьких группах очень узкоспециализированных животных. Ну вот деконы тому пример. Как это, собственно, было выяснено, дело в том, что весь этот процесс превращения света в электрический ответ, он опосредован каскадом фототрансдукции, в котором задействованы светочувствительный рецептор апсин палочковый или колбочковый, который посредством жебелка трансдуцина активирует фермент фосфодиэстераза. У нас регулируется внутри клетки концентрация циклического гуаназин-монофосфата, и за счет этого управляется проводимость катионных каналов. Дело в том, что практически все участники этого каскада, не только участвующие в активации, в запуске реакции на свет, но и регулирующие белки, которые выключают ответ, существуют либо в палочковой, либо в колбочковой изоформах. И вот как раз возможность отследить в геномах животных то, что у них практически у всех присутствует, как палочковая, так и колбочковая изоформа, позволило определить, что эти линии в эволюции не прерывались. То есть, например, вот игуана, она по Олсу изначально на морфологическом уровне считалась, что ее сетчатка чисто колбочковая. Нет, со временем обнаружили, что клетки, экспрессирующие палочковую изоформу, у нее тоже есть. Ну, соответственно, различия в этих палочковых, колбочковых изоформах как раз и определяют вот те самые различия в фотоответе палочек и колбочек и, соответственно, их функциональную роль. Они отличаются своей ферментативной кинетикой в колбочках, все процессы, как правило, быстрее, и уровнем экспрессии. Отдельно хотелось бы сказать про зрительные пигменты. Это краеугольный камень всего зрительного процесса. Их у нас существует у позвоночных в классическом варианте пять штук. Это один палочковый пигмент родопсин и четыре типа колбочковых, обеспечивающих цветовое зрение во всем диапазоне видимого света. У некоторых животных происходит дупликация или, наоборот, потеря каких-нибудь колбочковых пигментов. Появляются трихроматы и дихроматы. Но в целом от такого набора можно отталкиваться, как от базового. Уже начиная с костистых рыб как минимум он наличествует. У зрительных пигментов есть два важных свойства. Первое – это их темновая стабильность. Дело в том, что это очень хорошо видно на рецепторах ночного зрения на палочках, потому что они очень чувствительны. И в полной темноте они, тем не менее, продолжают генерировать спонтанные события, похожие на ответы на один фотон. Соответственно, как считается, это связано со спонтанной активацией молекул зрительного пигмента. Поскольку палочкам необходимо уметь регистрировать буквально одиночные фотоны, у них эти события происходят достаточно редко. В то время как у колбочковых пигментов, у которых такой задачи не стоит, стабильность гораздо ниже на несколько порядков. С другой стороны, имеет место процесс распада пигмента после его обесцвечивания. То есть, когда у нас фотон попадает на хромофор, на витамин А, соответственно, пигмент переходит в активную форму, но после того, как он выполнил свою задачу по активации же белка, необходимо этот хромофор заменить, чтобы пигмент снова перешел в темновое состояние. Соответственно, для этого витамину А нужно выйти из хромофорного кармана, образованного белковой частью. И как в настоящее время предполагается, скорость распада пигмента в каком-то смысле обратно пропорциональна его стабильности. То есть, если у нас вот этот хромофорный карман достаточно плотный, в нем молекула витамина А сидит и не может особо свободно колебаться, соответственно, у такого пигмента, с одной стороны, высокая стабильность, но он будет очень долго распадаться. Это то, что мы имеем для палочек. У колбочек в точности да наоборот. Быстрый распад, что очень полезно, поскольку колбочки работают днем, при постоянных ярких засветках обесцвечивается много молекул, а высокая чувствительность им и не нужна. Из этого следует как раз то, что большинство вот этих биохимических свойств, вообще молекул участников каскада фототрансдукции, они у двух типов фоторецепторов доведены до той или иной какой-то крайней формы. Соответственно, промежуточные варианты, как правило, это компромиссное решение, и свой полный потенциал как рецептор ночного зрения или как дневного можно реализовать только в крайних состояниях сверхбыстрой кинетики или, наоборот, сверхмедленного. Итак, собственно, какие можно определить функциональные различия, исходя из которых, по крайней мере, по современным представлениям, именно так определяются палочки и колбочки по их функциональной роли. Для палочек в первую очередь это то, что они обладают высокой чувствительностью, способны регистрировать одиночные фотоны. Достигается это за счет в том числе медленной реакции на стимул, то есть у них достаточно большое время интегрирования. И из этого следует неизбежная проблема, то что они при умеренных интенсивностях насыщаются и прекращают реагировать на дополнительные стимулы. У колбочек обратная ситуация. Они эффективно сопротивляются даже самым ярким стимулам, которые в природе могут возникнуть за счет быстрой реакции на свет, но из-за этого в сумерках они, так сказать, нефункциональны. Трансмутированные же фоторецепторы, соответственно, при переходе от одной функциональной роли в другой, они изменяют какие-то свойства своих фототрансдукционных белков за счет аминокислотных замен. И при этом, получается, мы все равно можем отследить по каким-то характерным мотивам эволюционную предысторию, даже у трансмутированного фоторецептора. То есть мы можем понять, был он изначально колбочковый или палочковый. Вот так можно отслеживать историю таких рецепторов. Ну и самый яркий пример, который я хотел бы предварительно разобрать, это гекконы те самые. Вот как я показал, у них есть вот эти вот, у ночных геконов очень крупные палочкоподобные рецепторы. Далее у нас есть еще дневные геконы, у которых произошла обратная трансмутация, и их вот рецепторы снова стали колбочкоподобными. И вот группа исследователей из Японии показала, что все это очень хорошо коррелирует с термической стабильностью их пигментов. То есть если у их, ну, в каком-то смысле аналогов их предков, у дневных ящериц, типичные колбочковые пигменты с колбочковой же морфологией, соответственно, при трансмутации за счет нескольких аминокислотных замен у нас стабильность повышается. Для того, чтобы была возможность такими фоторецепторами эффективно видеть ночью, у дневных же происходит откат этого всего. Ну, правда, замены везде разные. То есть достигаться то или иное функциональное состояние может разными путями. Дополнительно к вот этим особенностям темного шума, это уже было сделано сотрудниками нашей лаборатории, было показано, что скорость фотолиза также является промежуточной. То есть она медленнее, чем у типичных колбочек, но все-таки для палочек еще не дотягивает. Ну и здесь приведены фотоответы, видно, что они насыщаются и достаточно чувствительны, на одиночные кванты способны реагировать. Но есть еще один интересный момент. То есть трансмутация – это, конечно, хорошо. Вот у нас полностью сменилась функциональная роль фоторецептора. В случае геконов, например, для них, например, показано, что у них действительно палочковых изоформ белков уже в геноме не осталось, либо это псевдогены. То есть для них выхода другого не было, кроме как преобразовывать свои колбочки в палочки. Но тем не менее они, получается, массово меняют все свои фоторецепторы и подстраиваются либо под ночной, либо потом снова под дневной образ жизни. Но в одном сравнительно недавнем обзоре была описана такая гипотетическая ситуация, как гибридизация фоторецепторов. То есть это фоторецептор с гибридной функцией с совмещением двух специализаций. То есть он не промежуточный, а одновременно может, так сказать, выполнять обе крайние задачи – и детектировать одиночные фотоны, и при этом эффективно сопротивляться насыщению. Как такое вообще может быть возможно? То есть казалось бы, всему, что я до этого излагал, это прямо противоречит. Ну, собственно, так оно и есть на самом деле. Сейчас я это разберу. Но в определенный момент, примерно в 80-е годы прошлого века, это было вполне себе объективной реальностью. На основе имеющихся тогда экспериментальных данных выделили два типа вот таких вот фоторецепторов, подозрительных на гибридные. Первый из них – это зеленые палочки без хвостых амфибий. То есть у нас у амфибий имеются типичные палочки, которые в их случае называются красными, они за счет зрительного пигмента радопсина красноватого оттенка. Зеленые палочки содержат синий чувствительный пигмент, и их цвет такой зеленовато-желтый. Они содержат… Они, с одной стороны, явно имеют морфологию наружного сегмента типично палочковую. Показано, что они детектируют одиночные фотоны. Но и даже, например, изоформа трансдуцина у них тоже палочковая. А вот зрительный пигмент у них колбочковый. То есть это не радопсин. И даже не спектрально сдвинутый радопсин, это именно колбочковый. И также было показано электрофизиологически, что они, похоже, участвуют в световом зрении. То есть вот у нас есть спектральный приемник, синий чувствительный. Показано, что он имеет место быть как в скотопической области, так и в фотоапической. Каким образом это возможно? Дальше будем разбираться. И второй пример – это палочкоподобный рецептор Миноги. Вообще у круглородок сетчатка во многом сохранила некоторые реликтовые черты. Но один из типов фоторецепторов, так называемый, длинные – это типичные колбочки по физиологии, по экспрессии изоформ фотоиндукционных белков. А вот короткие рецепторы представляют собой нечто очень интересное. С одной стороны, они содержат палочковый зрительный пигмент, но у них ультраструктура наружного сегмента – это складки мембраны. То есть она типично колбочковая. Показано, что они способны детектировать одиночные фотоны, но также показано, что при фотоапических освещенностях два типа фоторецепторов работают вместе, обеспечивая многим что-то подобное цветовому зрению. Ну, собственно, я не буду долго томить, сразу скажу, что и в том, и в другом случае гибридная функция не подтвердилась после небольшого продолжения исследований. В случае Миноги оказалось, что просто у их палочкоподобных рецепторов необычно сдвинутая в область высоких интенсивностей диапазон работы. Поэтому то, что наблюдалось в эксперименте, это опять-таки в нашей лаборатории было сделано Гвардовским и Лычаковым, это было просто мезопическое зрение, то есть совместное зрение колбочек и палочек, оно известно и других позвоночных, в нем, собственно, основан эффект Пуркинье, например. А если все-таки подать довольно яркий фон, который палочке все-таки сможет насытить, то мы легко сможем отбалансировать цветозамещающую стимуляцию, при которой у нас колбочки не будут реагировать. То есть мы можем подобрать две интенсивности так, чтобы для них это воспринималось как стимул одинаковой силы. В случае амфибии оказалась ситуация в следующем. Оказалось, что у них один и тот же пигмент экспрессируется и в палочках, и в колбочках. Соответственно, то, что мы наблюдали в фотоапическом диапазоне, это был просто ответ колбочек. А зеленые палочки, как и палочкоподобные рецепторы аминоги, это все функционально типичные рецепторы сумеречного зрения. Однако мы продолжили их изучение, все-таки палочка-палочки рознь, и решили посмотреть, чем они отличаются, может быть, от типичных, от родопсиновых палочек лягушки. Их мы взяли за образец. И оказалось, например, что зеленые палочки еще более чувствительные, чем красные. Короткие рецепторы аминоги, напротив, оказались существенно менее чувствительными. Далее мы проанализировали кинетику фотоответов, чтобы попытаться выяснить, с чем могут быть связаны такие сдвиги чувствительности. В случае зеленых палочек оказалось, при поправке на обозначенную выше разницу чувствительности, что усиление в каскаде, которое определяет форму восходящего фронта, у них с красными палочками совпадает. А вот выключение у них более медленное. То есть у них увеличено время интегрирования, и благодаря этому они являются более эффективными счетчиками фотонов при неких постоянных, очень слабых засветках. То есть получается, что они представляют собой нечто вроде суперпалочек. В случае фоторецепторов аминоги, поскольку у них чувствительность сильно ниже, то вот ответ, у которого мы анализировали восходящий фронт, он совсем маленький, и, в общем, так и оказалось, что усиление в каскаде у аминоги в несколько раз меньше, чем у типичных палочек, выключение несколько быстрее. То есть их пониженная чувствительность связана в первую очередь, конечно, с низким усилением, но в вторую очередь также отчасти с тем, что у них более быстрое выключение. Также мы изучили зрительные пигменты тех и других клеток. Оказалось, что в пересчете на клетку у них частота событий одинаковая, и действительно они все способны регистрировать одиночные фотоны, а вот при пересчете на число молекул, то есть константы скорости активации вот одной молекулы, оказалось, что у аминоги она в несколько раз больше, чем у типичных палочек, но все еще существенно ниже, чем у колбочков пигментов. То есть он занимает некое промежуточное положение. Оказалось так, собственно, просто из-за маленького размера их наружного сегмента. То есть когда наружный сегмент маленький, он, конечно, с одной стороны не очень эффективно ловит фотоны, но зато можно позволить себе более шумный пигмент. Что касается фотолиза, короткие рецепторы аминоги также оказались в неком промежуточном положении, а вот зеленые палочки, на удивление, казалось бы, для стабильного пигмента можно ожидать, что у него будет фотолиз медленный, но нет. В экспериментах на выделенных клетках ин-ситу оказалось, что фотолиз очень быстрый. То есть зеленая палочка может и не гибридный фоторецептор, но вот зрительный пигмент у них похож действительно какой-то гибридный. Либо нужны какие-то дополнительные исследования по этой части. Здесь кратко все это суммировано. То, что мы выяснили, что зеленые палочки – это сверхспециализированные рецепторы ночного зрения. Можно предположить, что для них вообще было необходимо повышать чувствительность, поскольку, в принципе, доля синего света в солнечном и лунном свете, она меньше, чем, например, зеленого или красного. То есть до них, в принципе, меньше фотонов нужной длины волны доходят. Однако показано было в поведенческих экспериментах, что они, работая вместе с красными палочками, способны лягушкам обеспечивать световое зрение при экстремально низких освещенностях. Нам такой и не снилось. Пигмент их также крайне необычен. Он ухитряется функционировать одновременно и с очень быстрой кинетикой распада и высокой стабильностью. С одной стороны, это логично с той точки зрения, что он присутствует и в палочках, и в колбочках и должен отвечать запросам и тех, и других. Но каким образом это удается биохимически, пока совершенно не ясно. Ну, а рецепторы Миногия, как, в общем, многие предполагали, оказались чем-то, похоже, промежуточным, такой несколько недоведенной до совершенства палочкой, ну, им для работы хватает. Вот, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Хочу выразить благодарность коллегам по лаборатории эволюции органов чувств и организаторам за возможность выступить. Спасибо. Спасибо большое, Александр Юрьевич. Очень интересно. Коллеги, вопросы? Да, Александр Юрьевич. Хочу поблагодарить за очень хороший доклад, вообще замечательный, совершенно сделанный. А вопрос вот какого плана. Вы, значит, говорили о том, что, естественно, трансдуктором является трансдуцин, да, есть изоформы, палочковые, колбочковые трансдуцин, да. Вот, соответственно, что вообще известно о том, о роли, скажем, да, конкретно же белков, различных вот этих изоформ, а возможно, кстати, еще и бета-гамма субединиц, которые тоже там меняются, естественно, да, вот в этих всех эффектах усиления сигнала и его чувствительности и так далее. То есть все-таки есть какой-нибудь вклад, известно, по крайней мере, об этом или нет, именно в JBL-ку? Да, по JBL-кам ситуация немножко необычная. Такой, скажем, интуитивная мысль, что у них может отличаться, это, ну, соответственно, для ускорения процессов выключения, чтобы у колбочковой изоформы была повышенная ГТФ-фазная активность, чтобы он быстрее отщеплял этот остаток и преобразовал ГТФ в ГДФ. Но эксперименты, по крайней мере, инвитро в этом аспекте никакой разницы не выявили. Между ними нашли биохимическую разницу, но она, если я не ошибаюсь, заключается в разной скорости их связывания вот уже в состоянии, связанном с ГДФ, когда альфа-субъединица снова связывается с бета-гамма-комплексом. И как-то вот очевидным образом привязать это к более быстрой кинетике колбочек пока не смогли сформулировать идеи. То есть между ними какие-то различия нашли, но пока не совсем ясно, как привязать. Спасибо большое. Да, пожалуйста, Борис Иванович. Вы сказали, что вот у разных зверей ретиналь, пакеты, где связывается ретиналь, имеет разные размеры и, соответственно, разная энергетика связывания, значит, из одного пакета он уходит быстро, из другого медленно. Но вы знаете, что сейчас появились структуры всех белков на свете, альфа-фолк, и, в общем-то, это не очень сложно как бы вот эти структуры скачать и просто сравнить трехмерные изображения вот этих пакетов с ретиналем или без ретиналя, там, скорее всего, они будут с ретиналями, вот у разных животных, чтобы подтвердить или опровергнуть ваше предположение о том, что есть связь между размером пакета и скоростью диссоциации ретиналя из этого пакета. Спасибо. Спасибо. Ценная мысль. Действительно, по крайней мере, посмотреть на эту тему однозначно стоит. Единственное, опасаюсь, что, может быть, каких-то вот особо экзотичных случаев, может быть, пока еще все-таки нет в базах данных. Вообще все. Раз есть все, тогда... Спасибо большое. Единственное, что я вот не совсем уверен, что это именно в размере с причиной, а в чем-то, может быть, другом. Ну, не знаю, скорость диссоциации. Раз есть, будем смотреть. Спасибо. Угодно ли кому-то еще задать вопрос, Александр Юрьевич? Если нет, большое спасибо. Спасибо. Продолжение следует...